Санкт-Петербург В Казань открылась выставка «Петербургский модерн» 1890-1910-е годы «Стиль и светская мода» из собрания Государственного Эрмитажа. Экспонаты из гардеробов императриц, княгинь, фрейлин не просто иллюстрируют модные тенденции рубежа веков, но воссоздают атмосферу той жизни, когда, кажется, все еще было хорошо. На следующий год мы будем отмечать столетие революции и будем анализировать в разных выставках, событиях, мероприятиях, что случилось с нашей страной, что предшествовало этому и как вообще к этому по всему относиться. И вот те вещи, которые мы сегодня увидим, те экспонаты, эти предметы, это то, что предшествовало великим переменам. В общем, революционные вещи в культуре. Изменяется мода, изменяется мода на костюм, на живопись, на поэзию. Мне кажется, что это страшно интересно, и вот с помощью этой выставки мы еще какую-то завесу тайны тоже приподнимаем. После Всемирной выставки в Париже в 1889 году стало ясно, что на смену историзму, царившему в искусстве почти всю вторую половину XIX века, пришел новый стиль, который в России получил название модерн. Менялся привычный ритм жизни, железные дороги, автомобили, синематограф и фотоаппарат, олимпийские игры и швейные машинки, чего только не повидали женщины прекрасной эпохи между началом XX века и Первой мировой войной. Эпоха, с одной стороны, требовала больше энергичности, с другой – томности и шика. Формы становились все более обтекаемыми, очертания теряли четкость, плывущие орнаменты, приглушенные цвета отвлекали внимание от покатой линии плеча. Некоторые стали позволять себе нашивать накладные карманы и обуживать рукав. Но обо всем по порядку. Выставка с каким-то очень таким интересным эффектом, когда через, казалось бы, да, очень красивые, отмеченные талантом в исполнительстве, в задумке вещи, способны рассказать невероятно интересные истории о судьбах, о времени, о целой эпохе. Поэтому я очень благодарна всем, кто придумал эту выставку, и прежде всего нашим коллегам, которые и кураторам выставки, и руководителям, которые приехали сегодня. Открывается экспозиция 1890-ми годами и платьями из гардероба императрицы Марии Федоровны. Большая поклонница парижского модного дома Чарльза Уорта, Мария Федоровна могла заказывать наряды по телеграфу. Настолько доверяла она вкусу и мастерству французского портного. Бальное платье императрицы сшито из розового атласа и зеленого бархата. Обратите внимание на талию. Корсет стягивал ее до модных 55 сантиметров, придавая при этом женской фигуре постановку в виде латинской буквы «С». Мода начала XX века была такой же стремительной, как научно-технический прогресс. Кардинальные изменения женского костюма происходили буквально каждые пару лет. И вот уже исчез «С-образный» силуэт и корсет его формировавший. Платья укорачиваются, юбка становится прямой и узкой, у мягкого лифа рукава покройки мано, как дань моде на Японию. Сочетание тяжелого бархата и парчи с невесомыми шифоном и тюлем, обилие сложной вышивки бисером и питью, специальной тонкой спиралью из проволоки, заставили мастеров лаборатории научной реставрации тканей и государственного Эрмитажа немало потрудиться для восстановления столетних нарядов. Помимо императорских платьев, на выставке представлена часть коллекции в стиле модерн актрисы московских театров Веры Карахан в девичестве Джинеевой, второй жены советского дипломата Льва Карахана. В начале 1970-х годов случилась с этими платьями почти детективная история. В то время модерн не признавался как нечто ценное. Хранителю государственного Эрмитажа Тамаре Коршуновой стоило больших трудов убедить закупочную комиссию приобрести коллекцию Карахан, состоявшую из 45 удивительных дамских туалетов, работы Надежды Ламановой, Поля Пуаре, сестер Кало, Жака Дусе. По традиции любой модный показ завершает наряд невесты. На этот раз это подвенечное платье придворной фрейлины Александры Панаевой-Бестужевой. Ее супруг был из рода казанских Панаевых, венчавшийся в нем в 1910 году в церкви Зимнего дворца. Платье в дар государственному Эрмитажу преподнесли сестры Бестужевы, внучке Фрейлины, живущей во Франции. Одна из них, Надин Григоар-Бестужева, приехала в Казань на открытие выставки. Особый интерес костюмная выставка должна вызвать у профессионалов моды. Стилист, художник-модельер Дина Лебедева говорит о необходимости создания Казанского музея моды, ведь нашим коллекционерам тоже есть чем похвалиться. Мы имеем возможность посмотреть эти оригиналы, платья, костюмы, те, которые принадлежали людям, и они одевали, носили, радовались, получали удовольствие, счастье, подвиничное платье Бестужевое. Ну, просто восторг и немножечко сожаление, что сейчас этого нет, и особенно хотелось бы какой-то свой музей моды в нашем городе Казани. Возможно, это когда-то случится, но именно музей исторической моды. Они пытаются сделать какие-то другие оттенки моды татарской, национальной, но это нечто другое. Все-таки Россия, она объединяет и Запад, и Восток, как Казань находится на пересечении этих двух сторон. Поэтому, я думаю, было бы здорово иметь вот такой музей. Помимо нарядов из гардеробных Зимнего и Анечкова дворцов и особняков Юсуповых и Шуваловых, в экспозиции представлены фотографии разных фотоательей Российской империи и портреты дам прекрасной эпохи, дающие более полное представление о светской моде рубежа веков. Выставка «Петербургский модерн» в центре Эрмитаж Казань до 9 апреля. Редактор субтитров А.Семкин